добрый день сегодня мы говорим про труд тема важная поговорим мы с руководителем учебного отдела домашней школы тренд-рок синий курешовой не случайно ты пришла на эту беседу на этот разговор потому что ты очень трудоголичный в хорошем смысле я тебя такое знаю поэтому вот давай начнем с вообще своего отношения к труду все-таки труд это слово у которого есть разные коннотации на страну в языке в пословицах уважения к труду да но с другой стороны труды это же и трудный день на трудная ситуация да трудно вообще такое наречие не очень приятно обычно вот для тебя что такое труд и чем это отличается от труда от работы труд от получения удовольствия или это все вместе спасибо большое за приглашение и за вопрос скажу так что о труде как мне кажется многие из нас узнают с детства как раз как ты сам сказал из всяких поговорок да которые у нас существуют что умение труд все перетрут без труда не вытащишь рыбу из пруда и так далее и действительно на разных этапах своей жизни мы очень часто трудимся в разных ипостасях в разной степени не всегда этот труд может быть действительно приятен но в том числе он действительно разделяется на многие категории потому как это может быть труд физический это может быть труд я профессиональный но это может быть какой-то духовный труд который возникает из-за того что тебе интересно чем-то заниматься где ты прикладываешь какие-то свои начальные умения развиваешь их и с помощью этого добиваешься опять же каких-то высот и тоже совершенно разных направлениях и мне кажется что в принципе в любой нашей жизни труд как таковой он существует и его сложно отделять то есть от какого-либо направления краски в нашей ежедневной той же жизни рутине и так далее поэтому для меня понимание труда оно сочетается с абсолютно разными эмоциями его проявлениями то есть да это действительно может быть и труд связанной с работой это может быть то чем ты занимаешься для того чтобы было какое-то удовольствие интерес в жизни свое развитие для всего этого требуется прикладывать определенные усилия поэтому для меня это такое сочетание различных понятий которые связаны между собой и по мне не могут существовать абсолютно у тебя нету однозначно хорошо или плохо но смысле хорошая контактация плохая этого слова да вот по разуму бывает опять же у нас есть физики там преодоление трудности да это чаще всего путь к развитию саморазвитию и во многом улучшению себя поэтому вот такое слово неоднозначно на труд это некое действие да я тружусь я тружусь на благо там или да вот какой антоним к слову труд можно сказать что там труд например да ну наверно часто используется лень да вот но лень это все-таки некое состояние а труд это действие вот если кто-то в своем сиденье чаще или вот такие состояния как ты к ним относишься бывали у тебя и вообще хорошо то ли плохо что есть такие состояния нельзя же все время трудиться да конечно понятно что труд это действие которые ты совершаешь и на них естественно требуется определенный ресурс и я думаю что у каждого бывают те состояния те моменты когда тебе кажется что у тебя нет сил ни на что и ты даже как мне кажется очень многие кто как раз таки с детства слышат что лучший отдых это смена деятельности очень любимая фраза моей бабушки и какие-то моменты действительно более какие-то ранее возможно периода как раз когда было вот это вот влияние мнение там многих людей на то что как можно там ничего не делать и как бы спокойно об этом говорить это просто так потратил время может быть прошлое я бы согласилась тем что действительно просто так расходовать время которое у нас цены это самое ценное что у нас в принципе есть это плохо но со временем тоже с каким-то своим внутренним ростом эмоциональным не одно возрастным изменением это изменилось и я понимаю что все-таки лень это неплохо понятно что мы не говорим о том когда это какие-то вещи что человек выбирает для себя такой путь считая что там что-то его не заслужит что линия с частью труда когда моя трудовая деятельность это лень потому что я считаю что нет смысла прикладывать то есть могут быть разные тоже ипостаси то есть кто-то может считать что какое то дело не заслуживает то чтобы в него вкладываться и зачем я буду это делать кто-то считает что наоборот вот как бы я не старался у меня не получится из-за этого может выбирать для себя путь бездействия даже да то есть линия вот возможно бездействие такое бы я словно назвала я не считаю его плохим когда это как-то уравновешено в твоей жизни и все-таки нужно понимать что восполнение ресурса это очень важная история потому что выгорание внутренне выгорание то что реально то что может происходить и не нужно стыдиться того чтобы иногда ничего не делать но при этом помнить что все-таки прикладывание каких-либо усилий это то что поможет тебе достичь тех результатов которых ты хочешь если ты действительно хочешь их достичь еще хорошее слово мне очень нравится праздность да но редко используется самом деле слову праздник про праздник праздный и у пушкина есть много стихотворение посвященных праздности и вот у него до 1 из восприятия этого слова и вообще да что это возвышенная праздность да что это как раз некий способ подготовки к дальнейшим каким-то действием на когда ты что-то переосмысливая что-то понимаешь и мы часто знаем что маленькие дети бывают да они на какой-то момент останавливаются да вдруг о чем-то задумались кажется что вот они вообще витаю это в облаках чем-то и потом дальше заниматься делами и вот наверное в этом эти моменты там в голове что-то выстраивать какие-то связи нейронные что-то какое-то понимание происходит и у ребенка вот какой-то картина мира вдруг сложилось какой-то пазлик он там соединил все все нюансы все моменты и дальше уже заниматься делами то есть вообще говоря пуд праздность в хорошем все-таки лень это чаще мы используем как негативное на что-то безделие лень когда человек ленится в смысле не хочет что-то делать да не в смысле что он сознательно отдыхает что он просто ленится что-то сделать а праздность вот как состояние противоположной труду это в общем-то иногда полезно действительно вещь и безусловно она как-то должна все но приводить какому-то результату да вот того же пушкина что опять же праздность он там чем-то думал потом написал например стихотворение да поэтому это вот результат его предыдущие предыдущего отдыха да скажем но эти два состояния безусловно невозможно постоянно трудиться да невозможно и плохо постоянно отдыхать дату и думать какой-то баланс делу время опять же да пойти сейчас вообще в разговорах и позвольств про труд очень много этажки видимо такая волновала всегда людей еда и в языке столько всего и еще мне кажется можно посмотреть ты правильно сказала что бывает так что человек просто отдыхает смысле это вообще ничего не делает да ведь отдых он же разный бывает человек кто-то в горы идет уж с точки зрения усталости или чего-то это может быть гораздо сильнее устаешь чем сидя в офисе да и работа за компьютером но для человека это отдых это не труд да потому что труду еще все таки да когда я что-то делаю с удовольствием это совершенно другое отношение но вот известная притча про двух строителей которые там камни нося на 1 тяжело идет сегодня про что дешевет камни ношу а второй так вот легко бодро говорят что ты дешевет я храм строю да то есть вот у одного есть вот это возвышенная цель он к чему-то стремится и он по-другому воспринимает эту ношу которую сейчас несет да это как некий необходимость для того чтобы чего-то достичь а для кого-то это просто ну вот тяжелый труд да просто может даже сизифов на опять же вопрос о языке а мифологии до бесполезный труд вот действительно вот давай раз про сизифов труд платьем она про бесполезный труд вот свои точки зрения что самое важное цель конечная вот когда ты что-то делаешь или процесс ну то есть когда самурая важен путь или все-таки вот в труде важен то есть конечный результат или все-таки удовольствие от процесса для тебя что потом важнее мне кажется что для меня по крайней мере сейчас это все-таки еще и довольствие не те самым процессом потому что благодаря этому процессу и тому что в течение его возникает это же тоже происходит определенные изменения определенные твой внутренний рост в разных постасях и я думаю что достижение определенной цели оно еще более приятно и более ощутимо когда ты понимаешь что ты не только пришел к тому что запланировал но и благодаря этому ты смог еще вырасти измениться и ты понимаешь что дальше ты можешь еще больше то есть это как некое еще раскрытие своего внутреннего потенциала дополнительная вот то есть я думаю тут такая совокупность за мной если процесс бесконечен и ты не видишь результатов труда очень сложно настроиться на какую-то мотивацию да конечно тут важно чтобы баланс в этом на потому что иначе ты как бы всеми делаешь 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 результата нет и это очень демотивирует да потому что вот это отложенное удовольствие да это очень не все готовы там могут собраться и так долго вот как например спортсмены давить улучшение в физической формы происходит время там изнурительных тренировок там правильного питания все длинный процесс а результаты видишь только на соревнованиях это под короткий промежуток там год готовишься потом один раз выступаешь на эти мира или где-то везет да и там еще куча факторов и вот и ты может быть будешь минуту наслаждаться вот этим моментом первое место и медаль да и потом опять тренировки 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 но вот ради вот этого вот этой минуты славы ты должен очень много потрудиться много вложить усилий и конечно в труде вот очень важно тот момент на что подготовительная часть мы не видим нижнюю часть айсберга а мы когда смотрим соревнования и свободно и вообще вода наблюдаем за каким-то результатом скульптор как простроил там красивый памятник сделал слепил тогда им все восхищаются но мы не видим вот эту вот кропотливую изнурительную работу до 100 раз какой-то там ему не нравилось он там что-то переделал для меня вот когда слушал экскурсию петербурге про строительство исаакиевского собора и для меня был проведен монферран строил 25 лет него и и почти сразу умер но вот он построил до восхитился своим творением там да и 25 лет это же то есть жизнь и вот до человеческая существенная часть и чек строил то есть он там переделывал придумывал изобретал все что-то не получалось и на и вот такой длительный этап вот труда и все равно человек прошел этот путь им в качество за счет этого он вошел в историю и вот мне кажется это 10 таких ярких примеров вот этого хорошего смысле трудоголизма и вот этой концентрации на какой-то цели конечно ну и раз уж мы говорим про труд ну нельзя не обойти стороной 1 мая да как собственно праздник день весны и труда вот с чем для тебя вообще этот праздник ассоциируется и когда-то начала ощущать как-то причастность ему или может не начала вообще до сих пор честно не задумалась насчет того насколько ощущается причастность ну естественно для всех нас также известно что 1 мая праздник весны и туда там день солидарности рабочих борьба с капитализмом строим коммунизм если брать понятно да какие-то исторические данные честно никогда не было мысли о том что вот именно какой-то внутренний именно с точки зрения труда вдохотворенность праздником может все потому что мне кажется в своей жизни мы же когда говорим про тут мы же говорим верно не только про что-то профессиональное про что-то рабочее всю жизнь когда мы ходим в школу потом возможно кто-то в университет кто-то сразу идет работать кто-то иногда в принципе сочетает и то и то всю жизнь мы прикладываем какие-то усилия и что-то делаем ради того чтобы достигнуть определенной цели то есть нет такого что ты ну может конечно кто-то живет но вряд ли есть человек который до определенного момента не делал буквально ничего в том ему раз и вот теперь ты работаешь там не знаю на какой-то прекрасной должности или там занимаешься чем-то невероятным к чему многие стремятся поэтому для меня наверное это в принципе то что идет с тобой по жизни но вот это внутри скорее ощущение от того что ты достиг определенных целей особенно сравнению то как ты представлял себя себе сам там не знаю те же там 20-15 лет назад и то чего ты достиг сейчас вот такие переосмысления они рождают вот это некое ощущение того что чего я смог достичь чего не ожидала чего возможно не предполагал и ты ощущаешься причастны к этому празднику да и вот возможно вот да то есть в этом какие-то такие моменты не столько связанные с определенным датам да там с определенными датами или событиями или этом временами года просто вот эти внутренние моменты когда ты осмысливаешь это я ощущаю что действительно ты успел сделать сам для себя довольно многое что-то выстроить вот и правильный контекст конечно так как могут про 8 марта говорили да как и здесь что она меняется все времена меняются контексты но мне кажется действительно многое изменилось таки раньше трудящихся было в прямом смысле физический труд потому что безусловно он был почетен и множество людей было занято да и конечно соотношение людей которые там не занимались физическим трудом и те кто что-то там делал до работа на заводах на фабриках сельском хозяйстве их соотношение было там очень в пользу этих людей да то 99 к одному наверно а сейчас конечно все многое изменилось безусловно есть много людей которые трудятся руками это почетно это важно потому что многие вещи которые нас окружают сделаны этими самыми руками да или чинятся этими руками но появилось может большое количество профессий действительно в которых люди трудятся не руками на они трудятся головой условно говоря то есть это люди профессии творческие профессии а там те же программисты до которые но не в принципе руками трудятся коды набирают на клавиатуре но но имеется ввиду что вот смещение то есть общество за счет развития распределилась очень большое количество профессии то есть они это безусловно не как раньше там словно дворяне до которые могли вообще ничего не делать и там при этом хорошо жить и так далее а все равно сейчас вот вот это распределение внутри общества стало очень большим каждый может заниматься в принципе чем хочет да у нас нет сейчас статьи за тунеядство да какая как было раньше и принципе можно ничего не делать кто-то пишет книги кто-то поет песни кто-то программирует кто-то делает бизнес создает да кто-то работает там на благо родины кто-то защищает родину кто-то на заводе что-то собирает да кто-то инженер который проектирует из будущем профессии огромное количество да они слова трудящийся осталось но слово сама вот это вот связь труда и физическая работа на конечно изменилась и мне кажется хорошо что есть это праздник который просто убери в том что уважение ко всем кто вообще делает нашу жизнь вокруг нас лучше и мы тоже в этом смысле причастны вот мы в образовании работаем да и наша задача я так что будущее поколение приумножили вот то что мы имеем да и были еще лучше и поэтому я тебя поздравляю с этим праздником и всех да и правильно сказала что и школьники и и студенты и вообще все они тоже трудятся получение знаний это тоже принципе труд да это нужно прикладывать усилия нужно разбираться понимает нужно много чего сделать это вот на так в данном возрасте этого вот эта часть труда нам очень значима потому что разглад фундамент как спортсмен да вот и тренируешься чтобы потом что-то показать так и сейчас то что ты сейчас получишь школе потом университете это то что даст тебе возможность затем начать делать что-то уже до в разных областях и до поэтому всех с праздником трудитесь в самом хорошем смысле этого слова и не забывайте конечно отдыхать праздновать на проводить время но в хорошем смысле этого слова с пользой для будущих совершений спасибо спасибо и с праздником